Всем привет! Не так часто попадаются достойные экземпляры смартфонов, но это один из них. И в чем его достоинство, этого девайса, я сейчас вам покажу, расскажу и представлю. Ну, собственно говоря, если говорить о цене, я его взял первоначально за 100 долларов. Позднее цена этого девайса начинала падать и до 90, и со скидками там была возможность взять его и за 85, если не ошибаюсь. Может быть, даже немножко дешевле. Собственно говоря, это GIONI M15. Здесь очень хорошие характеристики, и, если честно сказать, в некоторых аспектах он мне даже больше понравился, чем многие модели того же Redmi, Xiaomi. Хотя, понятно, там есть очень дорогие. Но, как по мне, вот эта компания, GIONI, ее больше знают на китайском рынке, но довольно интересные флагманы делают. И те модели, которые мне попадались от этого производителя, ну, лично у меня были приятные впечатления. Да, там были не совсем удачные иногда девайсы, но мы будем конкретно говорить об этой модели. Так что смотрим, что в нем есть. Кстати, вот покажу сразу вам, может, поставите на паузу, вы увидите, какие бенды присутствуют. Это международная версия, здесь прошивка для всех стран, в том числе для Европы. B1, B2, B5, B3, B8, B7, B20, B28, B40. Собственно говоря, большинство из этих бендов используются на просторах Европы. И давайте покажу, что у нас в коробке. Это сам чехол с документацией. Вот так это все выглядит. И не смотрите на то, что здесь дактилоскопический датчик с обратной стороны. Здесь 11-й Android. Может быть, для кого-то это такой рудимент. Но все-таки будем смотреть на технические характеристики этого девайса. Вот есть скрепка для лотка. Сразу скажу, что лоток у нас полноценный. Здесь либо, не либо, а две наносинки плюс карта памяти. Вот, пожалуйста, полный такой джемпельменский набор. Так, и еще в коробке у нас Type-C кабель. Довольно качественный, толстенький. И телефон поддерживает у нас быструю зарядку. Мы можем заряжать при помощи 18 Вт. 12 Вольт, 1,5 А. Заряжается достаточно быстро. Ну и, собственно, батарея здесь 5100. Ее посадить за целый день нужно еще постараться. Лично мне понравилось использовать долгоиграющая батарея. И обычные вот такие наушники. Кстати, они имеют возможность, можно по ним совершать телефонные звонки. Микрофон есть и включение-отключение микрофона. Так что можете звонить спокойно. Так, чехол нам еще пригодится. Сам девайс полностью из пластика. Имеет такую вот яркую окантовку. Пинка у нас синего цвета. Есть 4 камеры. И сразу скажу по камерам. Широкоугольная. Это основная камера. И хотя написано 48 Мп имеет расширение, но есть расширение до 108 Мп. То есть кадр очень большой по пикселям. Вот. И вот что-то из этих двух. Скорее всего, это размытие и макрокамера. Вспышка. Вот такой внешний вид. Сейчас я сниму наклейку. Посмотрим, как выглядит спинка. Спинка не глянцевая, она матовая. И отпечатки пальцев, как таковой, не оставляет. Это очень приятно. Логотип написан. Больше никаких надписей нет. Как иногда делают производители. Там всякие другие маркировки ставят. С правой стороны кнопка включения-выключения. И качелька громкости. Вот. Если вы их видите. Да, немножко пачкается окантовка. Не знаю, почему-то сделали именно в таком виде. Такой полукруглая. Тогда это было принято. В те времена. Это модель 2021 года. Микрофон шумоподавления. Снизу у нас Type-C разъем. Динамик. Микрофон для разговоров. И джек для наушников никто не убирал. Его оставили. И вот так выглядывают камеры. Не сильно. Но выглядывают. Есть пленка. Наклеенная, защитная на экран. Так. И вот, собственно говоря, в чехле камеры немножко выглядывают. Так что будьте осторожны, если будете ложить на стол. Так. И, собственно, собственно говоря, экран немножко спрятан. Ну, уже хорошо, что так у нас есть. Вы обратили внимание, да, что у нас фронтальная камера. Она вот в виде капельки. Экран Full HD качества. Очень хорошего качества, я скажу сразу вам. Лично мне нравится. И вот если посмотреть, например, на другие фотографии, да, там те же заставки. Так. Вот основной экран. Вот. И сейчас покажу яркость нашего девайса. По яркости, ну, понятное дело, что на улице немного не будет хватать яркости экрана. Но для помещения очень даже солидно. Рамки, как видите, может быть, по современным меркам и великоваты. Но как для того времени очень даже неплохие. И борода здесь не очень огромная. Да, она есть, потому что экраны IPS. На них чисто конструктивно приходится оставлять такую бороду. Очень жаль, что нет индикатора пропущенных событий. Его здесь нет. Вот что мне понравилось по всяким виджетам, по оформлению рабочего стола, иконок. Здесь есть такая вот возможность выбирать, как будут выглядеть ваши значки. И это очень здорово. Кстати, без лишней рекламы, как в MIUI. Там для девочек, например, вот можно выбрать для суровых мужчин. Для детей. В общем, все будет красиво. И этих вариантов, как видите, их больше десяти. Так что можно выбрать то, что вам лично понравится. Раз. И поставили симпатичную для себя заставку. Вот. Это очень мне понравилось. Потом, по настройкам. Все очень понятно и просто. Можно либо установить иконки на управление в нижней части экрана, либо можно управлять жестами. Есть информация о системе. У нас по памяти 8 128 гигабайт. Так что здесь, в принципе, очень много свободного места. Причем есть возможность поставить карту памяти, если вы ими пользуетесь. Вот. Есть информация о телефоне. Я, кстати, скажу, что в предыдущих версиях, в предыдущих моделях, Джо не устанавливал, если не ошибаюсь, Amigo. Такая операционная система. Вот что-то похожее и здесь. Я думаю, что здесь какой-то Amigo установлен. Кстати, наша модель собрана 9 числа, 8 месяц, 21 год. Так что этому телефону, этой модели, уточню, не больше трех лет. Даже трех лет еще нет. Вот. В отношении шустрости. Хотя здесь нет 120 Гц, но очень приятная такая отрисовка экрана. Хотя частота 60 Гц, но довольно комфортная. То есть не чувствуешь какой-то ущербности, что здесь не 120. Все работает очень плавно, очень быстро. Батарея 5100. И ее, я уже говорил, хватает на очень долгое время. В отношении звуков рингтоны. К сожалению, вот рингтон, я смотрю, он один на две симки. Динамик громкий. И динамик, я вам скажу, довольно качественный звук воспроизводит. То есть вы слышите, ну, такой немаленький диапазон звуков и низких, и средних, и высоких частот. Очень приятно, что поставили довольно неплохой динамик. Есть возможность улучшить звук, вот при помощи такой штуки. Итак, посмотрим, покажет ли он. Небольшие изменения слышно. Так что в отношении динамика, это тоже плюс в данном девайсе. Очень качественный динамик. Если говорить о других настройках, к сожалению, здесь нет NFC, он бы здесь не помешал. И по экрану я уже показывал, что максималка здесь в принципе более-менее неплохая, как для IPS. Минималка чуть-чуть завышена. А так, очень даже классный по качеству экран. Очень приятный. И нет каких-то критичных затемнений или переходов инверсии в другие цвета. Очень качественное устройство. По связи вообще никаких вопросов нет. Прекрасно вы слышите, прекрасно слышат вас. Очень даже качественное телефоние здесь. В отношении синтетики, покажу, что у нас показывает Antutu Benchmark. Версия 10.5. Почти 400 тысяч баллов. Здесь Helio G90. Хотя старичок процессор, но он чувствует себя как рыба в воде. Очень шикарно себя ведет. Зависаний, каких-то подвисаний, багов, фризов я не замечаю. Ничего критичного такого нет. Вот модель процессора Mediatek 6785. Видеопроцессор Mali-G76. Разрешение экрана. Вы видите количество пикселей. Потом основная камера, видим, 48 мегапикселей. Широкоугольная 5. И вот две вспомогательные для Bokeh и макрокамера. Фронтальная камера, если я не ошибаюсь, здесь у нас 16 мегапикселей. Тоже довольно неплохого качества. Имеет светосилу 2.0. А основная камера у нас имеет светосилу 1.7, что позволяет делать очень хорошие, качественные фотографии. И вот все остальные вы видите светосилу по остальным камерам. То есть так напичкали, конечно, здесь будь здоров этот девайс. Как видим, стабилизация видео присутствует у основной камеры и у фронтальной. Что достаточно редко, например, для фронтальной камеры. Так, что я еще не показал. Вот в отношении процессора его рабочая частота до 2,05 гигагерц, 12 нанометров. Я скажу вот свои впечатления. Этот процессор Helio G90, он ведет себя пошустрее, чем Helio G99. Хотя там уже 6 нанометров. Да, но вот этот повел себя очень-очень адекватно. Приятно было с ним работать. Скорость обработки информации, вы видите, 24 тысячи баллов. Здесь UFS 2.1. У нас такой накопитель. И смотрите, ядра. Два ядра Cortex-A76 более сильных и бюджетные Cortex-A55. Покажу вам, вот сколько мультидач нам показывает. Сейчас стоит 3, потому что установлено на скриншот тремя пальцами. Ну, вообще 10 касаний. Все очень хорошо работает во всех углах, в каждых закоулках. Во всех закоулках этот экран реагирует адекватно. Так, по батарее почему-то показывает 4900, хотя измерение показало чуть больше 5, но 55100, сообщает нам производитель. Вот такая емкость этого аккумулятора. Обновление, к сожалению, не прилетает. С одной стороны, может, это и плюс, потому что часто более именитые производители, тот же Xiaomi и iPhone попадался на этом, что он обновлениями просто как бы ставит на колени ваше устройство, а на коленях, как говорится, далеко не убежишь. Но здесь все вполне адекватно, поэтому обновлениями, возможно, что-то бы они исправили, но все и так адекватно работает. Отношение датчиков тоже можете поставить на паузу, если интересно. Посмотрите, какие имеются. И скажу, что больше половины по списку здесь присутствует. Покажу, какая картина у нас по приложениям. Вы видите, есть детское пространство, там диктофон, тот же калькулятор. Есть у нас FM-станция, но для этого нужно подключить наушники. Так что FM присутствует. Так, и я покажу вам, где у нас файлы. Так, фото я делал тоже. Вы увидите в конце качество фотографий. А в отношении скриншота я делал троттлинг-тест. Ну, вот такая картина. То есть некоторые провалы были, но нагрузка была на 188 гипс максимальная, 156 средняя. И минималка 111 падала в некоторых фрагментах. И то в самом начале, и дальше относительно неплохо выравнивалось. Это с полчаса 100 потоков. Вот на такое время я ставил. По GPS-тесту тоже посмотрим, какая картина. Как себя ведет, как GPS-навигатор. Скажу сразу, что очень быстро ловит очень много спутников. Около 30 вот сейчас вы видите в поле зрения. Сразу подключается к этим спутникам. И, как видим, корректирует ваше точное местонахождение. Так что, как GPS-навигатор, тоже очень комфортно и довольно точно будет в использовании данный девайс. Ну, вот три, сейчас два. Иногда может упасть до одного метра, что считается для GPS довольно точными показателями, довольно хорошими. Так что, как GPS-навигация тоже очень классно работает данный девайс. Ну, и в итоге, да, давайте еще покажу картинку в 4К, например. 4К-видео. И вот как он себя ведет. Так, рекламу пропустим. Так, выбираем. Смотрим по качеству. Ну, 1080. И как раз экран у нас такой. По звуку очень здоровский звук. И по картинке скажу, возможно, камера не передаст такой сочности цветов. Но очень классная светопередача. Очень широкий диапазон цветов. Очень насыщенный экран. Так что, для просмотра фильмов довольно неплохая картина. Здесь выходит. Экран вот, мой экран не передаст. Моя камера. Насколько красивая картинка. Вот, ну, в принципе, да, через камеру не передаст ощущения. Лично мне очень понравился данный девайс. По камере скажу, что довольно неплохие снимки получаются. Есть, конечно, нюансы, которые вы увидите на фото. Я выставлю в конце этого видео. Так, ну, скажу, что есть возможность снимать в Full HD качестве и 4K. И там, и там 30 кадров в секунду. По фото есть возможность выбирать 4х3 на 48 мегапикселей кадр. Или Full на весь экран 29 мегапикселей. А если вы хотите на 108, здесь есть функция UHD. Вот тогда ваш кадр будет 108 мегапикселей. Да, это заметно, конечно, его качество. Но лично мне здесь довольно все понравилось. То есть придираться вообще к этому девайсу, который можно взять сейчас за 90-100 долларов, у меня вообще никаких вопросов нет. Вот, поэтому подведу итог. Это довольно интересная модель. Здесь есть чем поработать, поиграться. Довольно шустрый процессор. Вы видели, сколько баллов. Жалко, что здесь нет индикатора пропущенных событий и нет NFC. Это вообще было бы просто супер смартфон за такие деньги. Очень хорошая оболочка здесь, хотя 11-й Android. Обновление, к сожалению, не прилетало. Неплохая камера. По телефону тоже вопросов никаких нет. GPS очень адекватный, как навигация. И что я еще скажу, что очень трудоспособный здесь процессор. То есть нагрева какого-то критичного для игр даже просто летать будет. Так что пишите, что вы думаете о данном девайсе. Компания очень жаль, что не так много выпускает, не так часто моделей. Но в свое время она пошумела. И кажется, там была история с банкротством. Но в остальном, лично мне это устройство понравилось. Пишите комментарии. Буду рад почитать. Подписывайтесь, ставьте лайки. И хорошего дня и настроения. Пока-пока. Так, пишем видео в 4К. Это GIONI M15. Смотрим, насколько срабатывает стабилизация электронная. И слышим, как пишет звук. Ну и фокусировка. Немножко с задержкой, но срабатывает. А это Full HD. Качество 30 кадров в секунду. GIONI M15. Тоже слышим, как пишет звук. И видео стабилизация электронная, как срабатывает. Ну и фокусировка присутствует. Тоже немножко задумывается, но в принципе все адекватно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok